Мы продолжаем изучать деяния святых апостолов. Это интересная, братья и сестры, книга. Интересная она тем, что это зарождение Церкви. Это вот первые шаги Церкви, когда Церковь Христовая, совсем недавно они еще общались со Христом, совсем недавно, несколько лет назад, может быть, десяток-два прошло, когда они видели Иисуса Христа, когда получали наставление, и это так все живо было. Им не надо было толкования, переводы Писания, они чувствовали вот это вот и вспоминали, и знали Дух Христов, этот Дух в Писании. И интересно, когда мы читаем, дай Бог, чтобы нам вот это перенимать, чтобы этот Дух Христов, Дух, который Христов в Писании, Он был открыт и нам, и говорил к нашим сердцам сегодня. Деяние 24 глава. Мы подошли к 24 главе. Хочу прочитать несколько стихов, не по порядку, несколько выдержек из этой главы, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Эта история продолжается, если вы помните, мы остановились на том, как Павла арестовали, на него был там заговор, они сообщили об этом, они узнали об этом, сообщили тысяченачальнику, и вот Лисий приводит его в Кесарио, в Кесарио к правителю Феликсу. Мы читаем с 24 главы такие стихи. «Через пять дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым риттером Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его». Дальше идет обвинение на Павла со стороны иудеев. И потом написано 10 стих. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал, идет защита Павла. Он говорит такие слова, апостол Павел. «Знай, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения. И ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, верую всему, написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». И 22 стих говорит, «Выслушав это, Феликс отсрочил дело их». Вот такие события, которые происходили в жизни апостола Павла, на него выдвигают официальное обвинение, он в суде, правитель должен вынести приговор, он должен определить, чья вина, виновен Павел или нет, и определить наказание. Обвинители сказали, что Павел – это язва общества, что вот мы немножко пропустили это, но вот в первых стихах этой главы они говорят, что Павел – это язва общества, он возмутитель порядка, он осквернил храм. В ответ на это апостол Павел, вот мы уже сказали, он говорит, что я этого не делал, я не виновен. И потом он, если вот своими словами перевести то, что дальше сказал апостол Павел, мы в этом прочитали, апостол Павел интересно так отвечает, «Я этого не делал, я не виновен, свидетелей нет, и вообще меня совесть не осуждает». Братья и сестры, вот вопрос интересный, представьте, если вас кто-то обидел, нанес вам ущерб, обиду какую-то нанес, и вот происходит разбирательство, и вот вы обвиняете этого человека, который виновен, по вашему мнению, от которого вы потерпели какой-то ущерб, и этот виновный человек говорит вам в ответ, и вот перед судьями, да, при свидетелях, он говорит, что я не виновен, потому что меня совесть не осуждает. Как бы мы принимали такое извинение или нет, когда человек говорит, меня совесть не осуждает, поэтому я перед тобой не виновен. Имеет ли вот такое извинение, вот такое объяснение силу, друзья? Вот как бы мы приняли бы такое извинение или нет? Вот если по отношению к нам что-то, какая-то обида была в нашу сторону. «У меня совесть спокойная, меня ничего не осуждает, у меня все нормально, я чувствую, что я прав перед Богом и людьми», так отвечает апостол Павел. Иногда так часто мы слушаем в нашей жизни, друзья, так часто иногда мы говорим, иногда говорят нам, «Меня совесть не осуждает, поэтому я не виновен». Это интересный вопрос, друзья, насколько это утверждение, о котором говорит апостол Павел здесь, насколько оно действительно имеет силу? Можно ли это утверждение принимать? И работает ли оно в нашей жизни? Мы немножко поговорим о совести сегодня. Вот здесь апостол Павел говорит вот эти слова, и он говорит о своей совести, «Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и пред людьми». Самое простое определение совести, которое я нашел, совесть – это внутренняя система ценностей, внутренний закон, который руководит нашим поведением и вызывает определенные эмоции. Братья и сестры, вот действительно это сильно такой важный инструмент, который заложен в каждом человеке, без исключения, в верующем, неверующем, в маленьком, в старом. Есть вот эта система ценностей, внутренний закон, и важно, что он руководит нашим поведением. Не просто что-то мы ценим внутри, не просто что у нас какие-то границы внутри, но вот эти вот границы, этот внутренний закон, который в каждом из нас, он определяет поведение. И вот если мы видим, если ребенок что-то сделал или взрослый сделал какое-то преступление, мы понимаем, что у него совесть такая, ему совесть позволила это делать. Или наоборот, мы смотрим на человека и говорим, совесть ему не позволила ему что-то сделать в этой жизни. И поэтому совесть – это очень важный инструмент, о котором и говорит апостол Павел. Поэтому он и ссылается на нее и говорит, что я подвязаюсь всегда иметь вот эту непорочную совесть. Интересно, друзья, вот когда мы говорим, а можно ли приводить этот аргумент совести? Можно ли нам сказать, что меня совесть не осуждает, и поэтому я прав, и поэтому все нормально? И вот когда рассуждаешь об этом, друзья, понимаешь, что совесть, она работает по-разному. Вот сила и содержание совести, она в каждом из нас разная. Об этом много примеров интересных. Вот я вспомнил два примера в Писании, друзья. Помните, вот этот яркий пример действия совести, когда книжники, написанные фарисеей, привели женщину, взятую в прелюбодеяние. Книжники и фарисеи, они ведут эту женщину, и у них, кажется, они на 100% правы. У них был закон. Они знали, что нужно делать, когда вот такое происходило в жизни израильского народа. Они были ревнительны закона. Это были те люди, которые зачастую готовы были жизнь отдать для того, чтобы исполнить закон. Они часто отдавали жизнь за это. Они были ревнителями закона. И вдруг, вот вдруг в этой ситуации, когда оказалось все ясно, все понятно, они приходят ко Христу и, желая испытать Его, задают этот вопрос, что делать с этой женщиной. Закон повелевает, побивает таких камнями. Вдруг происходит вот это вот необъяснимое для нас, друзья. На самом деле это необъяснимо было. Почему так произошло? Потому что написано, что все их вот эти убеждения, их праведные намерения, их эмоции, они не сработали. Они не сработали, и оказалось, написано, что они начали уходить, будучи обличаемы совестью. Друзья, вот интересно, что вот эта вот совесть, вот этот инструмент, который заложен был в их сердце тоже, в наших сердцах он есть. Вот этот инструмент, совесть, он оказался сильнее их убеждений, сильнее их эмоций, сильнее закона, который они так лили. Я уверен, что, конечно же, это Иисус Христос, Он своим действием, Он возбудил вот эту совесть в них, и таким образом спас вот эту женщину. И все-таки, друзья, вот когда мы смотрим на этот пример, мы понимаем, как хорошо сработала совесть. Но вот другой пример. Пример мужа Божьего, на котором написано, что он муж по сердцу Божию. И всегда вот когда говоришь об этом человеке, муж Божий, муж по сердцу Божьему, казалось бы, вот сравнивая с фарисеями и с книжниками, казалось бы, ну 100% там совесть будет работать. Вот уж если у фарисеев и книжников совесть сработала, вот в этом случае, естественно, у Божьих людей совесть должна работать намного отзывчивнее и намного быстрее. Но посмотрите, друзья, вот к этому человеку Божьему приходит Нафан. Эта история записана в Царстве, вторая книга Царств, 12 глава. К нему приходит Нафан, и он говорит вот эту притчу Давиду. Помните, притча, он говорит, что богатый, который имел много, у него было изобилие, много стада было, много овец у него было, много всего у него было. И был рядом жил бедный человек, у которого, написано, у него ничего не было, кроме одной овечки. И написано, что он сам приобрел эту овечку за свои последние деньги. Она росла с ним вместе в доме. Написано, что он кормил ее, они питались вместе с одного стола. Дети, его дети, этого бедного человека, они врастили эту овечку. Написано, что она росла с ними как дочь. И вот к этому богатому пришел странник, да, это вот Нафан говорит такую притчу, пришел странник, и он пожалел своих овец, он пожалел одну овцу из множества стад, которые у них было, и он силой отбирает овечку у бедного и приготовляет обед. Друзья, помните, вот когда Давид услышал эту притчу, заговорила ли в нем совесть или нет? Еще нет, друзья. Вот когда он слышал эту притчу, когда Давид вот слушает Нафана, услышал эту историю, совесть, к сожалению и к удивлению, молчит у него. Более того, Давид возмучается и говорит, достоин смерти человек, сделавший это дело. Совесть у Давида, у мужа Божьего, молчит, совесть не работает. Почему, друзья? Почему у фарисеев вот сработала совесть, а у Давида, человека Божия, нет? Почему, когда нам нельзя сказать, что Давид был бессовестный человек? Потому что, интересно сказано, несколько лет до вот этого случая, который мы с вами вспоминаем, когда он убегал от Саула, и помните вот этот случай, когда он в пещере, у него была вот эта возможность, рядом Саул спал, и Саул прятался в пещере, и он подошел и отрезал край одежды. И там написано, вот в нашем переводе написано, что тяжело стало на сердце Давида, когда он отрезал одежду. А есть другие переводы, и там написано, что стало мучить его совесть. Вот Давид сделал этот поступок, и у него сразу же началась мучить совесть. Оказывается, Давид не был бессовестным человеком. Совесть его мучила иногда в его жизни, но в этом случае совесть молчала. Почему, друзья? Почему, забирая вечку бедного человека, вот идя на большие такие преступления, в своей жизни совесть у Давида не работает? Почему совесть, братья и сестры, не остановила Адама и Еву? Вот как вы думаете, почему совесть не остановила Каина? Почему совесть не остановила Петра или Иуду? Почему иногда, друзья, к сожалению, бабушки и дедушки, они не могут зачастую умереть, потому что испытывают чувство угрызения совести. Иногда по таким мелочам, друзья, я слышал, как бабушка одна, готовясь к смерти, она молилась и просила прощения, исповедовалась за то, что когда-то, 40 лет назад, в молодости, она говорит, она взяла у соседки какую-то кастрюльку, какую-то кастрюльку, и говорит, и я отдала эту кастрюльку немытую. Говорит, меня совесть мучает, что я взяла чистую, а потом специально, сознательно отдала ее назад, немытую кастрюлю. Иногда от таких вещей совесть мучает людей, и они желают исповедоваться и примириться с Господом. А иногда, друзья, люди, вы знаете, которые убивают детей своих, убивают тысячи миллионов, миллионы людей, и совесть у них молчит. Почему, друзья, иногда в нашей жизни совесть действительно работает, останавливает нас и влияет по-доброму на нашу жизнь, а иногда она молчит, друзья. И мы иногда низко-низко падаем в своей жизни, а совесть молчит. Насколько можно полагаться на нашу совесть, друзья? Апостол Павел в этом стихе говорит, «Я подвязаюсь, чтобы всегда иметь непорочную совесть». «Подвязаюсь» — это тоже интересное слово, это такой лексикон из военной тематики. Оно переводится подвязание «воюю» или «борюсь, прилагаю усилия». В некоторых переводах вот это слово «я подвязаюсь» написано, «я делаю все, что в моих силах». Апостол Павел говорит, «я подвязаюсь», «я об этом переживаю», «я борюсь». При всем том, что у апостола Павла было столько служения, столько переживаний, и все-таки в своей жизни он смотрит на мое сердце и говорит, «мое сердце полно борьбой вот этот». Ради чего, апостол Павел? «Для того, чтобы всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Братья и сестры, очень быстро вот несколько выводов мы можем сделать, исходя вот от которой на поверхности. Глядя на этот стих, «я подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Первый вывод, который очевиден, который мы с вами можем сделать, что совесть должна быть непорочной или чистой. Совесть должна быть непорочной или чистой. Вот в Писании говорится, что совесть может быть немощная, может быть слабая, совесть наша может быть сожженная, совесть наша может быть оскверненная, но вот совесть, на которую мы можем полагаться, друзья, совесть, которая действительно производит действия, это совесть только чистая. Только чистая совесть имеет силу, только на непорочную совесть мы можем полагаться, друзья, вот когда отвечаем на наш вопрос, а можем ли вот этот довод приводить, меня совесть не осуждает, мы только тогда это можем делать, когда совесть в нас непорочная, чистая, только чистая совесть дает нам право на защиту пред Богом и людьми, это первый вывод. Второй вывод, друзья, вот из этого стиха, чистая совесть это результат борьбы. Братья и сестры, вот смотря на этот стих написано, я борюсь, я прилагаю усилия, я делаю все, что в моих силах, чтобы всегда иметь непорочную совесть, и нам становится ясно, вывод номер два, что чистая совесть это не просто подарок от Господа, это не так, что мы помолились сегодня, сейчас, и у нас чистая совесть на всю жизнь. Да, действительно, мы понимаем, что совесть, и об этом говорит апостол Павел в Евреям в девятой главе, он говорит, что совесть очищается кровью Иисуса Христа. Действительно, мы получаем очищение нашей совести в молитве покаяния, но потом, друзья, чистая совесть, чистую совесть мы должны сохранить нашими действиями, нашей жизнью, нашим старанием. Это наше усердие, друзья, сохранить чистоту нашей совести во всей поступке, во всех наших поступках. Еще один вывод, друзья, чистая совесть, она должна оставаться такой всегда. Апостол Павел говорит всегда иметь непорочную совесть. Если мы чистую совесть имеем сегодня, завтра ее нет, послезавтра опять у нас чистая совесть, через два дня опять нет, это не непорочная совесть. Непорочная совесть должна присутствовать у нас всегда, об этом пишет апостол Павел. И еще последний вывод такой, который на поверхности, непорочная совесть, она важна и для людей, и для Бога, друзья. Не только для людей. Когда нас обвиняют, когда мы становимся язвой общества, вот об этом чаще и чаще почему-то мы начинаем слышать, даже в Америке, христиане, консервативные христиане, они становятся язвой общества. И при вот этих обвинениях, друзья, чтобы мы могли свободно смотреть вот этим людям в глаза, да и вообще всем людям, чтобы мы могли свободно, честно, открыто смотреть человеку в глаза, у нас должна быть чистая совесть. И это важно и для человеков, мы сказали, и для Бога. Вот евреям 9 глава 14 стих написано, что кровь Христа очистит совесть нашу для служения Богу живому и истинному. Друзья, оказывается, вот Бог, вот эту цену огромную, когда мы говорим и вспоминаем о страдании Христа, о жертве, на которую пошел сам Бог, написано, что Бог вот эту цену заплатил для чего? Для того, чтобы очистить нашу совесть. И тогда мы понимаем, насколько вот это состояние чистой совести, оно важно для Бога. Это важно для людей, и это особенно важно для Бога. Поэтому мы считаем, что чистое сердцем Бога узрит. В Откровении написано о Царстве Небесном, не войдет туда ничто нечистое, нечистая совесть в том числе, друзья, нечистая совесть в Царство Небесное не войдет. А об этом как раз и знал Давид, друзья, когда вот совесть все-таки заговорила в нем после беседы с Нафаном, он сказал, я согрешил. Все-таки проснулась его совесть, и он говорит такие слова, сердце чистое, сотвори во мне и дух правый, обнови меня, внутри меня. Давид понял, что как важно восстановить чистоту совести, как правильно и правильно перед Богом, как это важно для Бога видеть в нас чистоту нашей совести. Неудивительно, друзья, что, опять же, вспоминаешь историю, вот часто, когда наши прадеды, деды, они шли в тюрьмы, у них всегда был выбор. У всех тех людей, которые шли в тюрьмы, и часто жизнь там у них заканчивалась за веру, за Христа, у них у всех был выбор. Каждому из них предлагалось откажись, или подпиши вот бумаги, будешь сотрудничать с нами, или вот согласись на наши условия, и пойдешь на свободу. И очень часто наши дедушки, бабушки, наши вот верное поколение, которое проходило вот эти испытания, они часто говорили слова, нет, против совести я поступить не могу, против совести я делать это не смогу. Поэтому Павел и пишет, я подвязаюсь, то есть борюсь, стараюсь, прилагаю все старания, чтобы всегда иметь вот эту чистую совесть перед Богом и пред людьми. Что очищает нашу совесть, братья и сестры? Вот важный вопрос, когда мы говорим вот о важности, почему просто Павел об этом переживал, почему он страдал, вот в внутренних переживаниях, почему он страдал в себе, чтобы иметь эту чистоту совести. Важный вопрос, что очищает нашу совесть? Может быть, очень быстро два слова, а что оскверняет нашу совесть, друзья? Написано, что для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены их ум и их совесть. Это титул написан в первой главе. То есть из этого стиха, и вот Библия подчеркивает, что чистота нашей совести, она теряется, когда мы соприкасаемся с грехом. Написано, осквернены им ум и совесть у оскверненных. Осквернение – это прикосновение к нечистому. Вот когда человек прикасался к нечистому, он становился оскверненным. То же самое в нашей жизни, друзья. Любое наше соприкосновение ко греху, когда мы делаем грех в нашей жизни, большой или маленький, чистота нашей совести, она теряется. Мы начинаем осквернять нашу совесть. Нет, совесть у нас остается, нет, совесть где-то говорит уже, но это уже не та чистота совести, которую призывает нас Господь. И еще одно место, где, друзья, мы теряем чистоту совести, написано для оскверненных и неверных оскверняется совесть. То есть это наша неверность, друзья. И это очень просто. Это когда мы знаем, что нам нужно делать, и то, что мы когда-то обещали делать, а мы в своей жизни христианской, мы этого не делаем. Если мы понимаем, и мы когда-то давали обещание Господу служить и, допустим, читать Библию каждый день или читать постоянно, но мы этого сознательно не делаем, это наша неверность, друзья, и чистота нашей совести, она падает. Наша совесть оскверняется. Если мы обещали быть в собрании, и мы не ходим на собрание сознательно, без причины, совесть наша оскверняется, друзья. Нет, у нас совесть еще есть, она еще не сожжена, может быть, мы еще не потерпели кораблекрушение в вере, но начинается вот этот процесс осквернения нашей совести. Если мы, друзья, каком-то служении давали обед, и мы обещали, что будем нести верно служение, и мы оставляем это сознательно, без причины, это неверность, это путь осквернения нашей совести. Но теперь самое главное, друзья, что очищает нашу совесть? Что в нашей жизни помогает нам держать совесть нашу в чистоте, о которой говорит Писание, о которой хочет видеть в нас Господь? Три условия, друзья, мы об этом прочитали. Апостол Павел говорит, смотрите, 16 стих, он говорит, «Посему я сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть». То есть это вывод, он говорит, «Поэтому я всегда прилагаю усилия, чтобы иметь вот эту непорочную чистую совесть». Слово «посему» говорит о том, что перед этим было условие, а это вывод, друзья. А вот какие условия были у апостола Павла, которые помогли ему или помогали ему в этой борьбе за чистоту своей совести? Три условия, друзья, он перечисляет. Он говорит, «Я действительно служу Богу отцов моих, это первое условие, я служу Богу». Он говорит, «Я действительно служу Богу». Второе условие, верую всему написанному в законе и пророках, это второе. И третье, что помогло апостолу Павлу, он говорит, «Я имею надежду на Бога, что будет воскресение мертвых». Очень быстро, друзья, вот хотелось бы остановиться на этих трех условиях, что должно быть и в нашей жизни с вами. Я действительно служу Богу. Братья и сестры, служение Богу часто очень понимается нам, когда вот мы стоим здесь на кафедре или играем вот здесь, или когда мы на спевках, или когда мы совершаем благовестие, мы понимаем это служение Богу. Это так и есть, друзья. Действительно, это большое служение. И вот оркестранты, духовники, спасибо большое вам. Кто знает, понимает, что это же не только сыгравка перед собранием. Сколько часов надо тренироваться. Это же жертва, друзья. Это усилие и это служение для того, чтобы сыграть вот так прекрасно, как играет сегодня оркестр. Но это не только, друзья, вот когда мы, это не только наше служение в церкви, не только в оркестре, не только занятие наше где-то в воскресной школе или где-то наше свидетельство. Когда мы читаем вот Евангелие, мы понимаем, что служение Богу это намного шире. Вот апостол Павел, помните его встречу со Христом, вот с этого момента его жизнь полностью изменяется. Изменяется, знаете, в каком плане? Помните, какой первый вопрос, который задал апостол Павел, когда он встретился со Христом? Первый вопрос был, что повелишь мне делать? Вот с первого момента прошло несколько секунд, когда вот апостол Павел пришел в себя, начал осознавать, кто это, что это, когда Христос сказал, что я Христос, которого ты гонишь. Апостол Павел первый вопрос задает, что мне делать, какое мое служение? Апостол Павел сразу понял, что если жизнь со Христом, это жизнь в служении. И поэтому он говорит, что в 20 главе Деяния апостолов, апостол Павел говорит такие слова, «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы исполнить служение свое». Для апостола Павла он понял, что его жизнь, если жизнь со Христом, то это жизнь служения во всех обстоятельствах, друзья. Очень интересное место, Колоссян нам хотелось бы прочитать вот о том, об этой мысли, что служение Богу, когда апостол Павел говорит, «Я служу Богу, и наше служение Богу – это вся наша жизнь во всех ее проявлениях, во всех ее обстоятельствах». В Колоссянам 3,17 и чуть дальше написано, «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». И чуть дальше, 23-24 стихи, «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Братья и сестры, вот пример такой интересный – рабов. Помните, в Ефесянам апостол Павел говорит, «Рабы, вы, говорит, повинуйтесь своим господам, не из того, что они вас угнетают, но, говорит, по совести». И он дальше говорит, «Вы повинуйтесь им, как Христу, потому что вы этим служите Христу», 6 глава Ефесянам. Братья и сестры, вот представьте себе жизнь раба, да, жизнь раба 2000 лет назад. Он ничем служить не мог в церкви, да, он на спевке ходить не мог, он проповедовать ходить не мог, служения у него никакого не получалось, он был раб на плантации своего господина. 7-24 мы говорим, да, все дни, все время, full time, он был рабом и своего господина, служения в церкви у него не было. И при всем этом апостол Павел говорит, «Рабы, ваше служение, ваша работа – это служение Господу». «Повинуйте своим господам, выполняйте свое служение, как Господу, потому что это ваше служение». Это очень важная мысль, друзья, вот когда мы работаем, вы должны понимать, это наше служение. Когда мамы, вы растите детей, когда вы их воспитываете, когда вы их утром поднимаете, когда вы их кормите, когда вы кушать готовите, когда вы ложите их спать – это служение Господу. Написано все, что вы не делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа. Папы на работе, да, когда молотком вы стучите, может быть, вы по компьютеру стучите, да, это ваша работа, это ваше служение должно быть Господу. Если мы играем в оркестре, да, это наше служение. Если дети там или подростки, или молодежь, мы в колледже или в школах, мы делаем домашние задания, или где-то мы проводим время досуга своего в отпуске где-то, это должно быть нашим служением Господу, потому что написано все, что не делаете, словом или делом, делайте все это во имя Господа, ибо этим написано, вы служите Господу Христу. Бабушки и дедушки – то же самое, ваша молитвенная жизнь, ваша помощь какая-то в хозяйстве, по дому, детям, внукам помочь – это тоже ваше служение, это все служение Господу. Это я, что делаю пред Богом для Его славы, это я исполняю Его волю. Осознание того, что моя жизнь, друзья, вот вся моя деятельность с утра и до вечера – это служение Господу, это помогает мне сохранить совесть мою чистой. Это то, что помогло апостолу Павлу, и он говорит, я служу Богу, я действительно служу Богу, и поэтому подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть. Второе, друзья, второе, что сказал апостол Павел, он говорит, я подвязаюсь иметь непорочную совесть, потому что я верую всему, написанному в законе и пророках. Вера всему Писанию, друзья. Апостол Павел говорит, я верю Писанию всему, без исключения, все, что написано в Писании, и поэтому я, говорит, стараюсь сохранить, и это помогает мне сохранить мою совесть чистой. Вера у Павла, мы знаем, как у Якова в Евангелии, слово вера – это не просто уверенность в невидимом. Помните, как апостол Павел говорит, это уверенность в невидимом, но дальше что говорит? Это осуществление ожидаемого. Братья и сестры, у апостола Павла вера была – это действие, это осуществление ожидаемого. Верю всему написанному, апостол Павел другими словами говорит, я осуществляю свою жизнь по Писанию, я осуществляю все Писание, все, что там написано, я этому верю, и я так поступаю. Братья и сестры, очень часто нам нужно проверять так, как мы веруем. Дал бы Бог, чтобы это не было только наша уверенность в невидимом, но дал бы Бог, чтобы мы с апостолом Павлом сказали бы, что я верю всему Писанию, и я все Писание осуществляю в своей жизни. Если написано, братья и сестры, что прощайте, и прощено будет вам, а если мы не прощаем, мы не исполняем Писание, мы не верим Писанию. Если написано, друзья, что воры Царства Божия не наследуют независимо, или мы взяли чужой доллар, или мы миллион чужой взяли, написано, что воры Царства Божия наследуют, если мы так поступаем, друзья, мы не верим Писанию, мы не верим Слову Божьему. Если написано, что всякая неправда есть грех, независимо, большая это неправда, или это маленькая неправда, или мы обманули большого человека, или мы папу с мамой обманули, написано, что всякая неправда есть грех, и если мы так поступаем в своей жизни, если мы не боремся с этим, мы не верим в Слово Божие, друзья. Апостол Павел пишет всему, верую всему Писанию. Как часто вот иногда беседуешь с братьями, сестрами, и когда начинаешь увещевать, и говорит, почему в твоей жизни вот такие вот вещи происходят, он говорит, у меня другие обстоятельства, у нас всегда есть извинения, друзья, у нас всегда есть объяснение, почему мы не можем поступать по Писанию, но Писание говорит, апостол Павел говорит, я верю всему Писанию без исключения. Апостол Павел когда-то сказал, я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не оказаться недостойным. Другими словами апостол Павел говорит, я вот борюсь, я вот подвязаюсь, я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы проповедуя самому исполнить все то, о чем я проповедую. Иначе, друзья, если в нашей жизни происходит другое, если мы не можем повторить так с апостолом Павлом, мы становимся, невольно становимся теми фарисеями, о которых Христос сказал, вы их, говорит, слушайте, да, но так, как они поступают, не поступайте. Веровать, это полностью покоряться Писанию, это то, что сохраняет нашу совесть перед Богом и перед людьми чистой. И третье, друзья, условие для того, чтобы совесть наша была чистой, апостол Павел сказал, во-первых, помните, я служу Богу, первое условие, я верую всему Писанию, всему написанному. И третье условие, апостол Павел говорит, я подвязаюсь и всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми, потому что я имею надежду на Бога, что будет воскресение мертвых. Апостол Павел ожидал встречи со Христом, апостол Павел надеялся на воскресение, он желал этого переселения, да, мы знаем об этом желании апостола Павла, и это помогает ему, его совесть сохранить чистой, друзья. Церковь первого века мы знаем из истории, помните, вот поведение первой церкви, как они свободно расставались со своим имением, да, как они свободно раздавали свои деньги, свои сбережения, как свободно вот первая церковь, вот много историй таких, исторических сведений, когда люди оставляли какие-то царские звания, свои, свое положение при дворе, они просто оставляли это все легко и просто, и они служили бедным, они пошли служить прокаженным только потому, что они ожидали пришествия Христа, они ожидали, что Христос придет вот год-два, в их жизни Христос придет за ними, и об этом апостол Павел говорит, что я имею вот эту надежду, что Христос придет. Евреям 10 глава, 35 стих. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние, терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Братья и сестры, я уверен, что вот если в нашей жизни, в нашем сердце будет такое искреннее ожидание пришествия Иисуса Христа, если мы готовы и ожидаем того, что Христос придет не через 10 лет, не через 20, а придет сегодня, может быть, вечером, может быть, завтра утром, если в нас есть это искреннее ожидание, друзья, это поможет непременно, поможет нам сохранить свою совесть чистой, непорочной. Независимо от того, 20 мне лет или 40, независимо от того, 60 вам лет или 70, братья и сестры, написано еще немного, совсем немного, и Господь грядет. И возьмет своих к себе, написано, и там всегда написано, мы с Господом будем. Но возьмет, друзья, возьмет с чистым сердцем, возьмет туда тех, у кого чистая непорочная совесть. И вот это ожидание пришествия Господа нашего помогает нам всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. В одном псалме мы поем псалом, гимн такой христианский есть, и там слова есть о совести. Нужно сердце чистое, нужно совесть чистую, нужно душу чистую в небо донести. Друзья, это наше служение, это наше старание, это наше усердие, это к тому, о чем призывает апостол Павел, о чем он беспеспокоился, о чем он переживал. Он говорит, я непрестанно подвязаюсь иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. И для того, чтобы это исполнилось в нашей жизни, друзья, хотелось бы, чтобы это было желанием каждого из нас. Хотелось бы, чтобы каждый из нас переживал об этом, проверял свою совесть, проверял свое сердце, чтобы оно было чистым. И для того, чтобы хранить свое сердце чистым, необходимо, друзья, служение Богу, чтобы вся наша жизнь была посвящена Богу на это служение, чтобы в нашей жизни мы осуществляли Писание полностью, без исключений, и чтобы в нашей жизни мы желали встречи с нашим Господом Иисусом Христом. Аминь. Давайте об этом помолимся. Продолжение следует...